МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА От хрупких деревянных бипланов до цельнометаллических двухмоторных бомбардировщиков и торпедоносцев. Такой путь прошла морская авиация в период между двумя мировыми войнами. Продолжение рассказа о воздушных силах военно-морского флота в фильме «Оружие». К 1917 году боевое значение крылатых машин возросло настолько, что в России было создано отдельное управление морской авиацией и воздухоплавания. Летчиков для флота готовили Петроградская и Бакинская школы морской авиации, а также Морская школа высшего пилотажа и воздушного боя в Красном селе под Петроградом. Плот в это время имел воздушную дивизию Балтийского моря в составе двух воздушных бригад и отряда корабельной авиации, и воздушную дивизию Черного моря в составе двух воздушных бригад дивизиона корабельной авиации и отряда дирижаблей. Перед Октябрьской революцией в строю находилось 269 летательных аппаратов и 101 летчиков. Советское государство с первых дней своего существования вступило в борьбу с интервентами и белогвардейцами. Бои шли в том числе и на приморских театрах военных действий. Здесь без гидросамолетов обойтись было просто невозможно. Морская авиация оставалась единственным средством наблюдения за противником и силой, способной совершать бомбометание и обстрел вражеских кораблей, береговых батарей и портовых сооружений. Мы знаем, что Первая мировая война переросла затем в февральскую, а позднее Октябрьскую революцию. И наша страна вышла в марте 1918 года из коалиции Антанта. И тем не менее, боевые действия в воздухе, теперь уже против интервентов, продолжались. Морские летчики совершенствовали свое мастерство, свою тактику. 27 апреля 1918 года на Балтике была сформирована Первая воздушная бригада особого назначения. После этого ускоренно формировались отдельные гидроавиационные и морские истребительные отряды на Северной Двине, Волге, Каме, Днепре, Онежском озере, Каспийском, Черном и Азовском морях. Всего в годы Гражданской войны и иностранной интервенции воевали 19 морских авиационных отрядов, сформированных правительством Республики Советов. К моменту окончания боев штатная численность строевых частей морской авиации составляла 2430 человек и 90 самолетов. 20-е годы стали периодом бурного роста морской авиации и географии ее применения. Появились летательные аппараты специального назначения и новые средства поражения. Для флота были закуплены за рубежом и созданы в отечественных конструкторских бюро машины различных типов. Благодаря этому в морской авиации формировались бомбардировочные, истребительные и разведывательные части. Первыми из советских самолетов-амфибий появились разведчики открытого моря РОМ-1 и РОМ-2. Они были созданы в отделе морского опытного самолетостроения под руководством Дмитрия Григоровича. Летающие лодки строили и в других конструкторских бюрох. Несколько гидросамолетов были созданы коллективом Андрея Туполева. Самым уникальным из них стал двухлодочный шестимоторный гигант МК-1. Это была крупнейшая в мире машина, построенная по схеме катамарана. МК-1. Морской крейсер первой модели. Дальний разведчик открытого моря и бомбардировщик. Размах крыльев 52 метра. Длина 24 метра. Максимальная взлетная масса 43 тонны. Максимальная скорость при полной нагрузке 200 километров в час. Силовая установка. Шесть поршневых двигателей мощностью по 830 лошадиных сил. Экипаж 8 человек. Вооружение. Шесть пулеметов калибра 7,62 миллиметра. Две пушки калибра 20 миллиметров. Бомбы массой до 6000 килограммов. Или четыре авиационные торпеды общей массой до 4800 килограммов. Примерно с 1933 года значение самолетов-амфибий в морской авиации стало уменьшаться. Их летные качества резко снизились в сравнении с машинами сухопутного базирования. Это произошло в тот момент, когда конструкторы освоили шасси, которое могло убираться в полете. В итоге количество летающих лодок на флоте постоянно снижалось. Они в основном служили разведчиками и ссателями. Начиная с середины 30-х годов на вооружение морской авиации стали поступать специальные модификации обычных ударных самолетов наземного базирования. Среди них были бомбардировщики Туполева и Ильюшина, штурмовики и разведчики Поликарпова. В предвоенные годы морская авиация стала одной из главных сил рабоче-крестьянского Красного флота. Благодаря наличию таких машин, как Туполевские ТБ-1 и ТБ-3, а также Илюшинский ДБ-3Ф, были созданы соединения и части минно-торпедной авиации. Появляются первые торпедоносцы перед Второй мировой войной. И наиболее ярким образцом таких торпедоносцев был самолет ДБ-3. С другой стороны, ударная авиация, действующая на сверхмалых высотах, использующая и стрелковое оружие для поражения надводных целей, и бомбовое оружие, но уже на сверхмалых высотах. Мы ее потом назовем штурмовой авиацией. В качестве истребителей и ударных самолетов части Советской морской авиации успешно применяли И-15БИС, И-153, И-16 конструкции Николая Поликарпова. Бомбардировщики и торпедоносцы ДБ-3Ф, переименованные в 1940 году в Ил-4, служили в составе Советской морской авиации до 1952 года. Истребители Поликарпова сняли с вооружения авиации военно-морского флота в 1942-1943 годах, заменив английскими «Харикейнами», американскими «Киттихолками» и «Аэрокобрами». Первым серьезным испытанием для Советской морской авиации стала война с Финляндией 1939-1940 годов. Самое активное участие в боевых действиях приняли самолеты Балтийского флота. К началу войны у него на вооружении было 450 машин, в том числе 111 бомбардировщиков, 214 истребителей и 115 морских разведчиков. Морская авиация наносила удары по аэродромам, кораблям, батареям береговой обороны, железнодорожным станциям, портам и транспортом на вражеских коммуникациях. Одновременно она обеспечивала противовоздушную оборону Ленинграда, своих кораблей, военно-морских баз и аэродромов. В ходе войны морские летчики выполнили 16,5 тысяч боевых вылетов, в том числе 800 ночью. Самолеты-разведчики сделали 12 тысяч аэрофотоснимков, которые позволили вскрыть систему глубоко эшеломированной финской обороны. В ходе бомбо-штурмовых ударов на позиции противника было сброшено 57 тысяч авиабомб калибром 500 и 1000 килограммов. Морские летчики сбили 65 вражеских самолетов, потопили 37 боевых кораблей и транспортов, подавили огонь десятков батарей и сотен огневых точек. Впервые в мире в ходе Советско-финской войны морские летчики выполнили постановку минных заграждений с воздуха. 14 морских летчиков были удостоены звания Героя Советского Союза. После окончания войны с Финляндией в Генеральном штабе Красной Армии был проведен тщательный анализ боевых действий. Особое внимание обращалось на взаимодействие авиации с кораблями флота, знание театра военных действий и умение летать в любую погоду. В отличие от сухопутных войск, действия морской авиации Балтийского флота были признаны удачными. Общие потери самолетов составили только 0,3% от общего количества боевых вылетов. На фоне высокой результативности авиационных ударов это был отличный результат. В 1941 году советские флоты находились в состоянии повышенной боевой готовности. Этого требовала обстановка на морских границах. Нарушение воздушного пространства СССР немецкой авиацией, сосредоточение германских боевых кораблей в восточной части Балтийского моря и портах Норвегии, Финляндии, Румынии и Болгарии свидетельствовали о близости и нетвратимости войны. Еще до начала боевых действий против СССР немецкие корабли и авиация скрытно выставили в Балтийском море 5,5 тысяч мин. В составе «Криксмарины» военно-морских сил нацистской Германии собственной ударной авиации не было. Еще в 1938 году главнокомандующий Люфтваффе генерал-фельдмаршал Герман Геринг добился передачи ему руководства всеми операциями и боевыми действиями немецких военно-воздушных сил на море. В ведении флота остались лишь несколько эскадрилей разведывательных самолетов. Благодаря опыту, полученному во время советско-финской кампании, морские летчики оказались лучше других, готовы к войне против Германии. Рассказ о боевом применении морской авиации в годы Великой Отечественной войны в следующем фильме «Оружие». Рассказ о боевом применении морской авиации «Оружие»